Наш университет является первым законодателем этой моды, как по созданию университетских клиник, в которой мы сейчас находимся, и которая создает уникальные возможности сочетания научного, лечебного и учебного процесса, так и по симуляционному обучению. В нашем университете сложились очень мощные традиции качественного обучения. И я, говоря о своей специальности, на протяжении всего времени, когда я работаю в университете, я видел, что действительно наш университет является, ну, скажем так, по очень многим направлениям, он является лидером в разработке новых операций, новых доступов, малоинвазивной хирургии. Это, конечно, такая визитная карточка нашего университета, вот наука, совмещенная с обучением и практическом направлении вот этой современной медицины. И, конечно, главную роль в этом играет академик Запорожан Валерий Николаевич, который, помимо того, что является президентом Ассоциации эндоскопических хирургов нашей страны, он является очень прогрессивным ученым, прогрессивным организатором и действительно вот видит те направления, которые необходимо развивать в медицине в целом, не только в хирургии или, например, гинекологии. Мы находимся сейчас в симуляционном классе нашей кафедры. Кафедра была создана в 2017 году для развития учебного, научного и лечебного процесса в направлении эндоскопической хирургии. Вы видите работу симулятора эндоскопического. Вот с помощью эндоскопа в данный момент мы заходим в желудок. Причем здесь можно выставлять различные параметры. Пациент, условный пациент может реагировать. Есть модули лечебные, то есть, например, удаление полипов, опухолей. То есть, пройдя обучение на таком симуляторе, молодой специалист уже может приступать самостоятельно к выполнению ряда диагностических и простых лечебных процедур. В нашем распоряжении есть симулятор ультразвукового исследования, которым очень важно владеть любому врачу, не только хирургу, для того, чтобы быстро поставить диагноз в случае травмы, либо какой-нибудь другой ургентной патологии. Вот это симулятор лапароскопических операций. У нас на кафедре проходит обучение студентов 6 курса. Несколько раз за месячный цикл студенты занимаются по определенным темам на таком симуляторе, так же, как и на других симуляторах, имеющихся у нас в распоряжении. Можете выделить ткань, можете пересечь какие-то структуры, выбрать разные инструменты. Можете допустить какие-либо технические ошибки, и программа покажет, что вы делаете неправильно. Самое главное, что пройдя, опять же, от начала до конца все модули на таком симуляторе, молодой специалист может приступать к выполнению подобных операций, естественно, под наблюдением опытного коллеги уже в клинике. Подобная практика обучения на лапароскопических симуляторах существует везде в мире, в ведущих обучающих центрах. И вот когда мы проводим курсы последипломные, у нас на протяжении недели мы проводим так называемый интенсивный курс. Наши курсанты занимаются на таких симуляторах, ходят с нами в операционную, слушают лекции. И вот это обучение, оно, в общем-то, соответствует обучению в ведущих мировых центрах эндоскопической хирургии. В нашем университете есть возможность обеспечения вот этого процесса благодаря не только подобным симуляторам, но и благодаря тому оборудованию, на которых выполняются операции. Мы демонстрируем эти высокотехнологичные операции, современные операции нашим студентам, и это очень их мотивирует, это позволяет им получить информацию о современном состоянии каждой из проблем. И, конечно, это тоже большая заслуга именно университета и университетских клиник. Создание кафедры было инициировано академиком Запорожаном Валерием Николаевичем, который, как известно, является президентом Украинской ассоциации эндоскопических хирургов, и он был одним из первых, кто начинал выполнение эндоскопических операций в гинекологии. За это время мы не только организовали саму кафедру, но и развили очень много направлений. Вот, например, на нашей кафедре очень активно развивается направление продвинутых лапароскопических операций, то есть мы выполняем не только лапароскопические холецистектомии, но, например, мы выполняем мешающиеся на желчных протоках. Мы выполняем операции при грыжах любой локализации. Это не только небольшие попочные грыжи, но и грыжи большие послеоперационные вентральные, когда нужно разделять слои, устанавливать такие сложные конструкции сетчатых имплантатов. Есть у нас новое направление риноскопической хирургии. Мой коллега, завуч нашей кафедры, занимается этим направлением. Есть очень много новых у нас сейчас идей, и уже некоторые из них внедрены по направлению оперативной гибкой эндоскопии. Естественно, к этому всю присоединяется наука. Мы запланировали несколько диссертаций по наиболее актуальным вопросам эндоскопической хирургии. Публикуем статьи, и из нашей клиники должно выйти несколько очень серьезных научных работ по актуальным вопросам эндоскопической хирургии. Ну а в отношении учебного процесса это тоже постоянное развитие. Проведение ежедневных обходов вместе со студентами в нашем отделении и практически ежедневное присутствие студентов на наших операциях и просмотр трансляции наших операций. Мы практически 90% наших операций транслируем, причем мы сопровождаем это звуковыми комментариями, трансляция производится в нашу аудиторию. Мы находимся сейчас в операционной нашей клинике. Эта операционная является одновременно учебной операционной, она большого размера. Здесь могут находиться студенты, курсанты. Но самое главное это то оборудование, которое у нас есть. Вот это, например, лапароскопическая стойка шторц. Это стойка последнего поколения, которая снабжена не только высококачественной видеосистемой, но и системой флоресценции. Благодаря этой технологии можно окрашивать сосуды, окрашивать лимфоузлы, выполняя онкохирургические операции. Можно визуализировать желчные протоки и значительно улучшить качество выполнения лапароскопических операций. Мы имеем также современную мебель, наркозную аппаратуру, такой вот хороший функциональный стол. Есть современное освещение, современные дублирующие мониторы для выполнения таких операций. Вот это одна из гордостей нашей кафедры. Это трехмерная лапароскопическая стойка. Мы одеваем трехмерные очки и можем увидеть объемное изображение. Это позволяет выполнять наложение швов, различные такие сложные манипуляции в неудобных анатомических зонах с очень высокой скоростью и очень эффективно. То есть качество лапароскопических операций повышается в несколько раз благодаря использованию такого высокотехнологичного оборудования. И очень приятно, что наши студенты, наши курсанты способны все это видеть. Сейчас основной задачей нашей кафедры является поступательное развитие всего того, что мы начали. На протяжении учебного года, с августа месяца до февраля, мы выполнили порядка 400 различных эндоскопических операций по всем нашим направлениям. Это лапароскопическая хирургия, эндоскопическая хирургия, ариноскопическая хирургия, эндоурология. Да, мы наладили уже учебный процесс, он выглядит в том виде, о котором я только что рассказал. То есть это ежедневная трансляция операций, ежедневные обходы, участие студентов абсолютно везде. То есть в УЗИ кабинете, в эндоскопическом кабинете. И мы запланировали выполнение ряда научных работ. И в общем-то наша задача сейчас просто накапливать этот опыт и просто приумножать вот эти все наработки, которые мы имеем. Мы, к примеру, некоторые операции, вот мы новые начали выполнять, их выполнено, например, 6 операций. Конечно, нам нужно наработать опыт хотя бы 30-40 таких операций для того, чтобы можно было делать какие-то выводы и уже с чем-то сравнивать. Поэтому мы сейчас как раз, как раз в данный момент нам и, в общем-то, у нас нет необходимости в получении какого-то нового оборудования. Нам достаточно того, что у нас есть. Нам нужно сейчас просто работать и получать больше результатов, оттачивать всю нашу, так сказать, технику. И самое главное, конечно, обеспечивать при этом всем обучение студентов на таком же высоком уровне.